Компания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси еще 1 октября. Именно прививку медики называют самым действенным методом профилактики. В связи с видовой особенностью вирусов гриппа к изменчивости, ежегодно регистрируются подъемы заболеваемости с различной интенсивностью. И, соответственно, риск инфицирования у непривитых лиц сохраняется. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, циркулирующие штаммы вирусов гриппа в предстоящем сезоне будут отличаться от предыдущего. Поэтому в состав вакцины, которая используется для профилактики вируса гриппа, внесены изменения по двум позициям – вирусу гриппа А и вирусу гриппа Б, которые, соответственно, входят в состав данных вакцин. Оптимальная защита от гриппа после вакцинации сохраняется в течение 6 месяцев, поэтому сроки вакцинации должны быть определены с учетом максимального уровня защиты в пик сезона, регистрации острыми респираторными инфекциям, в том числе и гриппа, который обычно отмечается в период с середины января по февраль месяцы. Вакцинация, проведенная с сентября по ноябрь, обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона. Всего в Мозорском районе планируется привить от гриппа почти 51 тысячу человек. Доступны препараты российского и французского производства. Параллельно продолжается и вакцинация от коронавируса. Данный сезон вакцинации против гриппа сопряжена с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и также компанией по вакцинации против данного заболевания. В связи с этим фактом, а также учетом позиций как международных, так и отечественных экспертов, была дополнена тактика по вакцинации. С учетом данной тактики, алгоритма проведения вакцинации против коронавирусной инфекции возможно совместное применение вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции. Если же в случае, когда вакцинация против коронавирусной инфекции уже была проведена, минимальным сроком до проведения вакцинации против гриппа является срок, равный двум неделям. Осень и зима – это гарантированное похолодание и много осадков, что приводит к росту заболеваемости. В первую очередь, вакцинироваться необходимо группам высокого риска. Это маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Конечно, сами медики и представители других профессий, которые предполагают общение с большим количеством людей.